Семейная пара Османовых – одни из тех, у кого побывали высокие гости. Я хочу поблагодарить вас от имени государства, от имени администрации Ленинского муниципального района за то, что вы отстояли независимость нашей Родины. Хлебосольные хозяева усадили гостей за стол, завязался разговор. Жафир и Фарюза Османовы вместе уже без малого 70 лет. В годы войны Жафир Османов защищал нашу страну с оружием в руках. Победу встретил в Варшаве. Его супруга – труженица тыла. Столь высокие гости в их доме впервые. Очень приятно. Прямо душа рада. Еще один адресат – Владимир Васильевич Павлов. Сегодня он на пенсии, но всю жизнь посвятил коксохимическому производству. Сначала работая инженером, затем директором предприятия, став преемником первого директора завода Павла Гаевского. С высоты своей жизненной мудрости Владимир Васильевич высказал руководителю района свои пожелания. В этом возрасте энергии не занимать. Поэтому я хочу, чтобы вы ее сохранили. В каждой квартире гостей ждали. Анастасия Захаровна Крастелева, несмотря на свои 90 с хвостиком, все та же кокетка, какой была в молодости. Хотя и характера ей не занимать. На моих девичьих руках весь тыл кормил армию. Я сибирячка. Я родилась в Сибири. Пришла к военкомат, к этому военкому. Говорю, заберите меня на фронт. Я сирота. Я убьют. Никто плакать не будет. Понимаете? А он мне говорит, вы красивая девушка, вам надо рожать защитником. И выдворил меня. Села на трактор и поехала. Вот такие, как Анастасия Захаровна, и ковали нашу пообеду в тылу, не доедая, не досыпая, а не приближали этот день. Олег Хромов вручил Анастасии Захаровне юбилейную медаль, выслушал пожелания ветерана. Несмотря на свою занятость, исполняющий обязанности главы района, старался уделить внимание каждому, у кого побывал в этот день, понимая, что пожилым людям в первую очередь необходимо общение. Ведь эти люди когда-то отстояли нашу свободу, а после войны строили города. И каждый из нас в большом долгу перед ними.